Дарова всем ребят, а кент пока на проводе и прямо сегодня я вам расскажу про новый режим, про новые карты, про новое обновление и про много-много чего интересного. Ну присаживайся поудобнее, а мы начинаем. Ну а перед началом хотел бы вам разыграть замечательный нож под названием M9 Bayonet Blue Blood. Чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твое ID. Всем желаю удачи. Друзья, хотел бы вам посоветовать один из лучших шутеров на ПК. Это Warface. Я думаю, что каждый из вас слышал или играл в эту игру. Сейчас самое время вернуться в нее. Абсолютно бесплатная игра на ПК, в которую играют миллионы игроков. В Warface ты можешь играть в PvE миссии с ежедневными заданиями и в PvP режиме, которых уже более 10. Также, буквально недавно стартовал целый новый сезон ограбления, в котором добавили новые спецоперации, в ходе которой нужно ограбить банк. Новую карту и более 100 уровней боевого пропуска. В новом сезоне добавили склад новой брони оборотней. И все это доступно в бесплатной версии игры. В Warface доступно более сотни видов современного стрелкового оружия. Жду тебя в новом сезоне Warface. Также игра доступна в стиме. А по ссылке в описании ты сможешь забрать подарочные набор снаряжения. Жду тебя в игре. Все нужны ссылки снизу. Дарова всем, ребята. Кент пока на проводе. И прямо сегодня я вам расскажу про новое обновление. Потому что, ребята, новое обновление уже очень-очень скоро. Какая же информация у нас есть? Давайте обо всем в порядочку. Хотелось бы начать с того, что, ребята, будет все-таки награда. Не то, что будет. Она уже даже в игре. К вам, ребятки, такая просьба. Пожалуйста, не спрашивайте меня, откуда я взял это видео. И не спрашивайте меня, что это такое. Я просто хочу показать в правый угол то, что там есть, ну, так сказать, маленький брелок, которого нахрен нет в игре. Да, ребята, это не шутка. Это не пранк. Это все по-настоящему. Этот видосик мы выложили в ТикТок. Это просто что-то с чем-то. Посмотрите внимательно. У парня есть новый брелок, которого нет ни у кого. Это просто что-то с чем-то. Это что означает? Это означает только одно. То, что новые награды все-таки 100% будут. Теперь, кому интересно или мало ли кто не видел, я прямо сейчас покажу полный список всех этих наград. И вот он, полный список наград. Я говорю сразу заострять на это внимание не буду. Скажу только одно. То, что в зависимости от вашего ранга вы получите вашу награду. И награды, они реально крутые. И как мы видели в видео ранее, они смотрятся прям очень-очень круто. Так что, ребята, если вы ждете обновления, прямо сейчас хэштег обнова выходи. Ну что же, а мы идем дальше. Многие из вас меня спрашивают кем-то пока, когда же все-таки обновление. Давайте, ребята, прямо сейчас немножко проанализируем. Читаем сообщение тестера. Мы вообще не планировали отмечать. Решили, что лучше патч, чем ничего. А что в нем будет, узнаете. А потом будет большая обнова с большим количеством контента. Это, ребята, тестер пишет про годовщину стендоффа. А именно 4 года исполнил стендоффу неделю назад. И что же он пишет? Что на 4 года они решили выпустить мини-патч. Ну а потом уже выпустить большую глобальную обнову. Но есть такая небольшая проблемка, что нахрен уже неделя прошла и ничего нету. Я захожу в плеймаркет каждый час, но нету обновления. Честно говоря, ребята, вот из-за такого отношения, мне кажется, что стендофф просто-напросто уже загибается и нагибается. И просто все с ним происходит самое худшее. Потому что, ребята, обновы, нету трындец. Как долго? Покажите мне хоть одну игру, в которой более 50 миллионов скачек и обновы раз в 4 месяца. Ну это трындец просто. Даже раз в 5 месяцев. Ну а теперь давайте о хорошем. Вам всем интересно, что же будет в ближайшем обновлении. Окей, давайте прямо сейчас по порядку. Я думаю, вы уже все знаете или если не знали, то я вам расскажу, что буквально недавно перехватили пакеты данных обновления. Что же это означает? Это означает, что прямо сейчас мы узнаем, что же будет в обновлении. Вы видите эти строчки, нифига не понимаете, но дядя Кент вообще все расскажет. Ну что же. Collection Maps. Что же это означает? Это, ребята, коллекция брелков по картам. То есть будет брелок Синстоун, будет брелок Раст, будет брелок Провинция. Но помимо всего этого будет еще 2 новых брелка. Вы еще просто охренеете. Вот я специально так сделал. Вы еще просто охренеете. Смотрите. Будут еще брелки под названием. Вот просто читайте, чтобы я не был вруном. Первый Сектор Б, а второй Таргет. Что же это означает? Что будут 2 новых карты. Я вам скажу по секрету. Одна из них будет карта для командного боя. Например, карта Сектор Б. Ребят, я же в прошлом Блок Страйкер. Так вот, в Блок Страйке была карта Сектор. И я знаю, что же это такое. Карта Сектор это такая огромная карта по типу Трейнг Аутсайд, только в 3 раза больше. И там будет огромная заруба на командном бою. Карта Таргет. Я без понятия, что это за карта. Но, скорее всего, с вероятностью 90% это карта для закладки бомбы. Что же могу сказать? Это реально круто, потому что мне эти уже 3 или 4 карты 60% есть, они уже надоели. Как же их мало, хочу больше. Хочу кастомные карты, которые нам обещали. Поэтому, ребята, если давать новые карты, это будет что-то с чем-то. И еще, ребятки, между нами пацанами есть один небольшой секретик. Но я говорю сразу, это непроверенный инфа. То есть, это 50 на 50. В общем, ребят, смотрите. Возможно, будут фильтры. Просто представьте, как же это было бы удобно. Для перчаток, для чармов, для стикеров. Чтобы ты, как дурак, не лазил полчаса, не искал нужный стикер. А просто ввел фильтр в стикер и нашел то, что тебе надо. Если все это добавят, если все это правда, это очень-очень круто. Да даже если это концепт какой-то, разработчики, пожалуйста, прислушайтесь к этой идее. Нам надо больше фильтров. Ну, а теперь, ребятки, самое-самое сладенькое. Это новый режим под названием Fast Diffuse. Вам всем интересно, что же это такое и с чем ее едят их. Что это вообще такое и как ты узнал? В общем, ребята, обратно перехватили пакеты данных. И в этих пакетах, знаете, что нашли? Нашли новый режим под названием Fast Diffuse. Что в переводе означает быстрое обезвреживание. Скорее всего, ребята, Стынов опять все стрел у CSGO. Потому что в CSGO есть похожий режим под названием Retake. В чем же суть этого режима? Как вы знаете, на каждой карте есть два планта. Так вот, суть этого режима то, что, когда появляются террористы и спецназовцы, бомба уже запленчена на одном из плантов рандомно. То есть, грубо говоря, мы заходим в этот режим. И, к примеру, на планту А уже бомба запленчена. И команде террористов надо сейвить эту бомбу. А команде спецназа надо, наоборот, ее раздифьюзить. Поэтому и называется этот режим Fast Diffuse. И самое интересное, что, ребята, раунды в этом режиме будут идти по 40 секунд. Ну, грубо говоря, столько же, сколько зарывается бомба от момента, как ее заплендят, до момента, как она зарвется. Вот именно сколько будет идти целый раунд. Так, ну что, ребятки, теперь приятная информация, потому что буквально сегодня наши с вами любимые тестеры из клана Excel Bolt тестировали что? Тестировали новое обновление 0.15.5. Конечно, разработчики трендец как опоздали. Насколько сильно опоздали, что у всех просил актив, что же все игроки начали уходить из стендоффа. Но, тем не менее, если сегодня уже тестировали режим 0.15.5, это означает то, что мини-патч уже почти готов. Да, ребят, базар 0, это не глобальное обновление 0.16.0, но, тем не менее, 0.15.5 тоже обещает выпустить очень крутым и надеюсь, в нем будет реально новый пасс. Ну, а теперь немножко информации лично от меня. Ребят, как вы знаете, с выходом обновления все цены очень сильно обвалятся на рынке. Поэтому ваш скинтпк продал АВМТХ и продал Кермбита Голд. У меня 358 тысяч голды. Зачем же я это сделал? Да потому что, когда выйдет обновление, я куплю тот же самый Керабит Голд обратно, тот же самый АВМТХ обратно, только по гораздо более дешевой цене. Поэтому моим совет я ни в коем случае не настаиваю. Но если вы, ребятки, хотите тоже немножко подзаработать, то лучше сейчас отложите голду, а потом, когда выйдет глобальное обновление, эти же самые ножи купите по более дешевой цене. И вы будете в огромном плюсе. Я лично так и сделал. Также есть большая вероятность, что ребята в обновлении уберут Фуриас Кейс. Ну прям капец какая. Ну а еще большая вероятность, что уберут Рейнбол Сикер Паки. Потому что, ребята, им уже, наверное, не знаю, ну почти год. А может даже и год. Поэтому очень вероятно, что Рейнбол Сикер Паки тоже, ребятки, уберут. Поэтому моим совет, закупайте Паки, закупайте Фуриас Кейсы. И ждем обновления вместе. И, ребятки, еще одна очень важная информация. Прямо сейчас проверьте, подписаны вы на мой канал или нет. Потому что если вы прямо сейчас подпишетесь, тогда есть очень большая вероятность, что в следующем видео я разыграю плюс один нож. Потом прямо сейчас подписываюсь. И с вами был ваш Кейс. Это пока. Всем удачи. Всем пока.